МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А в том, что совсем уж в соседней с нами Польше на лицо и на лице офтальмологическая аномалия наблюдается. Пытаясь выковырить царинку из наших с вами глаз, официальная Варшава трагично упустила момент. И бревно в их собственном орлином глазу разрослось до невиданных ранее масштабов. И теперь работать с гражданским обществом, их президенту, его приисным и их сейму приходится в экспериментальном формате. То есть нащупывая выход из назревающего тупика. А нам слепота вроде пока не грозит, посему давайте на свои глаза узнаем, есть ли политическая жизнь за Бугом, откуда есть пошла последняя польская буча и чем по ходу она будет дополнена. С вами Глеб Лавров, смотрите не моргая. Это, дорогие товарищи, ляхи накануне. И в смысле накануне, то есть вчера, и заодно накануне, возможно, грандиозного шухера. А все потому, что власти Польши сначала вот совершенно незаконно, по мнению ЕС, поменяли закон о конституционном суде. А на прошлой неделе уже конституционный суд, незаконно, по мнению части поляков, вынес вердикт о главенстве законов Польши над законами ЕС. После чего Мустафан Аем написал в Фейсбуке «Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение» и «нет». Это Дональд Туск написал в Твиттере «Мы должны спасти Польшу. Никто за нас этого не сделает. Польша стоит наших обязательств. Наше будущее того стоит». И выгнал евроориентированных поляков на мороз постоять. И они таки вышли под невиданными ранее слоганами «Польша – це Европа». А в это же время другие поляки, которые называют себя национально ориентированными, без дела тоже не сидели и скоренько настрачили кляузу. В реакционной польской газете с некреативным одноименным названием. Из заголовок «Немецкие агенты устраивают бучу в Польше» понятен, думаю, без перевода. Как и то, что за силами реакции стоит «Кто бы вы думали?» «Нет, не брат Кролик, а брат Кочинский». А вот «уши торчат» явно от США. И уже из этой диспозиции ясно, что внутри польский конфликт между США и ФРГ за право Польши на более выгодное лево может нарастать, когда это будет выгодно Вашингтону и или Берлину. А между тем в Варшаве будут продолжать ломать копии кнопки клавиатур по мере необходимости и по размеру финансирования. Ведь вопрос для Польши здесь прост – с кем ты? И в ответ с большой долей вероятности Варшава опять, ну по традиции, сделает неверный геостратегический выбор. Хотя бы потому, что верного в нынешней ситуации у нее попросту нет. Вот продолжит дружить с Вашингтоном – урежет финансирование, не продолжит – аналогично, но и при этом при любом исходе отключит газ. Ну то есть это, товарищи, была неуместная цитата, сейчас не об этом. Вопрос, что нам в этой ситуации делать, кроме как запасаться попкорном? Может нам важно, чтобы уже сейчас Беларусь занялась формированием новой политики ЕАЭС в отношении Польши, которая должна опираться на введение санкций, касающейся представителей власти и силовых ведомств, и одновременно широкую поддержку для организаций третьего сектора. Может, стоит быстро задействовать дополнительные средства на поддержку неправительственных организаций и независимых СМИ Польши? Нет? А ведь именно это дословно, добуквенно советовали премьеру Польши Моровецкому в отношении внутренней ситуации в Беларуси. То есть вот этими самыми действиями они там, в Варшаве, пытались ситуацию у нас здесь, в Минске, качнуть. Хотя чего это я злобствую? Пусть поляки разбираются сами в ситуации, куда их загнали их политэлиты в попытке найти себе патрона. Я вот патроны в их огонь кидать не буду. Так и глаза можно лишиться. Более того, вспоминая заявленную в начале тему, ну, про глаза, я даже скажу самому себе строго, прямо сейчас, Польша, кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет Польшу, тому оба. Так что смотрим за ситуацией за Бугом. Мира вам, поляки! Я, Глеб Лавров, думаю, ваша тема будет дополнена.